Здоровый ребёнок, счастливая мама. Чтобы беременность протекала без осложнений, важно грамотно подобрать специалиста. В Центре репродуктивного здоровья семьи супружеские пары могут бесплатно получить рекомендации врача, сдать необходимые анализы. Также пройти обследование по привычному невынашиванию ребёнка. Так называют процесс, когда беременность по физиологическим причинам прерывается несколько раз подряд. К сожалению, сейчас возраст, в котором женщины обращаются с подобной проблемой, помолодел. Поэтому так важно не затягивать с походом к врачу. Бесплодие и даже как и невынашивание у нас помолодели, но, наверное, это связано с особенностями современного мира, потому что также это влияет и раннее начало половой жизни на репродуктивный потенциал. Поэтому да, бесплодие, невынашивание этой патологии, они помолодели. Но всё равно, пока превалирует у нас всё-таки возраст женщин за 30 лет. Все расходы на обследование по невынашиванию ребёнка покрывает областной бюджет. Из него в этом году выделено 11 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы помочь около 400 супружеским парам. В прошлом году воспользовались подобной помощью 140 пар. Это обследование на наследственная тромбофилия и другие генетические обследования, включающие кариотипирование. В каких-то случаях обследование подлежит только женщина, в каких-то случаях полностью пара. Золотова Алёна – счастливая мама девочки. Первая беременность сдалась ей нелегко. После чего летящий врач-акушер-гинеколог направил девушку в Центр охраны репродуктивного здоровья семьи. Вся беременность проходила под чутким контролем специалистов. Я прошла обследование, у меня нашли тромбофилию и подобрали корректное лечение. Благодаря этому, то есть всю беременность я держалась этому лечению и родила девочку. Новое современное оборудование разного спектра позволяет сделать процесс обследования максимально комфортным и безболезненным. В Центре девушка может пройти радиоволновое лечение и диагностику, которая покажет риски хромосомной патологии, которые в дальнейшем влияют на развитие ребенка. Врачи также рекомендуют при планировании беременности посетить кабинет офтальмолога. К примеру, ранее сделанная операция на глаза может позже аукнуться трудностями. Работа ведется по нацпроекту «Демография». Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.